Десять сантиметров это мало? Просто иногда мужчины, они не понимают, что девушка это немножечко другой человек, что у него не бывает, вот так, по щелчку, ты встал, пошел, все, завелся и погнали. То есть девушка это немножечко другое. Двадцать сантиметров это много? Сереж, снимай! Сереж, сними! Сереж, сними интервью! Привет! Привет! Как правильно выбирать парня по знаку зодиака? Вообще я не выбираю парней по знаку зодиака. Я считаю, что это бред. На каком самом крутом автомобиле тебя катали? А это была охеренная Тесла. Там просто вау, там просто вау. Ну не заводит, но я первый раз ездила на Тесле, и это не сравнится ни с чем. От чего ты больше всего заводишься? От рук. Что именно с руками делать надо? Я люблю мужские, очень красивые руки. А, а пейтинг это классно? Это на любителя. Какую надо фотку сделать парню и скинуть тебе, чтобы ты завелась? Фотку денег. О! Что важнее, богатый или красивый? Блин, вообще я в мужчинах красоту не очень так ценю. Скорее всего... Это не связано с деньгами, но если выбирать красоту или деньги, скорее всего, деньги. Богатый или большой член? Богатый, но с маленьким, или бедный, но с большим? Так, я скорее всего думаю, что... Ну здесь такой очень скользкий вопрос. Ну как есть, говори. Ну размер это не важно. Не важно, но важно. Но, ну короче, да. 10 сантиметров это мало? Если мужчина не дурак, то нет. 20 сантиметров это много? Ну это среднячок. Длинный и тонкий, либо короткий и толстый? Что за вопросы? Давай дальше. Фоткала ли ты себя голой? Ну для себя да. А парню отправляла? Ну это было давно. Сливали ли твои фотки в интернет? Нет. У меня слишком хорошие мужчины. А что сфоткать парню, что тебе скинуть, чтобы ты возбудилась? Что должен парень мне сфоткать? Ну вообще, наверное, просто себя. Ну не голого, а просто если мне мужчина нравится, то это получится как-то автоматически. То есть если он тебе нравится, то... То неважно, что он сфоткает, просто если он сфоткает даже там руку или что-то, то... А если не нравится, то он извращенец. Нет, если не нравится, то я не буду с ним общаться. Если чувак, который не нравится, тебе скинул, тебе фотку в директ, то он извращенец, писюна. А если чел, который тебе нравится, то он нормальный, да, романтик? Нет, ну чел, который мне нравится, они не будут скидывать такие фотки. Мне априори не нравится. Болю в твоей жизни извращенцем. Нет. Какие-то истории были? Тебя трогали за попу в метро? Нет, кстати, такого у меня не было. Не было? Чем тебя парень удивлял в постели в последний раз? Давай дальше. Ну, прям вау-эффект был какой-то. Ну, давай, давай. А мы можем как-то пропустить эти вопросы? Окей, что нельзя парням делать в постели? Что парень делал, что ты такая, блин, чувак, что ты делаешь? Ой, слушай, это вообще очень много всего. Ну, давай, вспоминай. Нет, ну, просто иногда мужчины, они не понимают, что девушка это немножечко другой человек, что у него не бывает, вот так, в щелчку ты встал, пошел, все, завелся и погнали. То есть девушка это немножечко другое. Вот, то есть мужчина должен быть как минимум понимать, что он делает, а не просто в сумму вышел и пошел. Ну, давай поподробнее. То есть как с тобой вообще работать? Что делать, чтобы ты кайфанула? Должна быть долгая прелюдия. Или что? Или подарить букет? С чего начать? Блин, ну, здесь, смотря какая ситуация, чего я хочу от этого мужчины. А что ты хочешь обычно от мужиков? Ну, вообще, на данный момент я просто хочу внимания, очень люблю внимания, поэтому, скорее всего, внимание это то, что меня может очень сильно зацепить. А если два парня? Если мужчина ко мне даст мне должное внимание, то будет хорошим мужчиной. Окей. Два парня хотела бы сразу одновременно? Две девушки? Нет. Не считаешь ты о сексе втроем? Нет. А какие у тебя и фантазии есть? Есть другие вопросы. Я, конечно, ответила бы, но мне не очень комфортно отвечать на эти вопросы здесь. У нас уже зрители в реальной жизни появились. Да, реально. То есть, значит, интересные вопросы. Смогла бы переспать с молодым ничего таким начальником для продвижения по работе? Нет, это не, нет, нет, сто процентов нет. Я считаю, что у меня в голове достаточно мозгов, чтобы обойтись обязательно. Как взрослому мужчине там за 45 влюбить молодую, красивую? Вот как ты? Вообще, возраст это не то, на что стоит написать внимание. Смотря как мужчина выглядит, в 45 ты можешь быть пузатым, огромным, некрасивым, в 45 ты можешь выглядеть вау, то что ты даже не подумаешь, что тебе 45. Твой идеал мужчины? Какие тебя сейчас привлекают? Мой идеал мужчины, ну, скорее всего, это не какие-то внешние данные, скорее всего, это внутренние данные. То есть, в первую очередь, мужчина должен быть добрый, ответственный, умный. Скорее всего, это три критерия, по которым сейчас я сижу. А ты свободная, дама? Да. Ребят, мы попросим в соцсети девушек, дама свободная, приглашайте на свидание. Залетайте в описание, там инстаграм, вк, телегу попросим, что-нибудь даст нам дама. Ссылка на соцсети будет в описании, по подписке жулик на бусте, доступны все девушки, со всех интервью можете на свидание приглашать, кто свободен. А я занимаюсь прямыми трансляциями, поэтому редко видосы снимаю. Кому нравятся видосы, поддерживайте нас на бусте, и там вам девушки, нам спонсорство и интервью. Стоит ли приходить на первое свидание с цветами, парень спрашивает. Блин, это очень круто. Вот это сразу галочка, если мужчина приходит с цветами, это сразу такая прям жирная галочка. Это очень круто, это очень ценится. Окей, что лучше, жирная галочка на первом свидании или жирный член? Жирная галочка на первом свидании. Окей, а чем тебя парень удивлял на первом свидании? А, мы поехали в другой город ужинать. О, куда, в Тверь? Нет, я жила тогда в Липецке, и мы поехали в Воронеж. Куни во время месячных это приемлемо? Нет. Ну что самого дикого парень творил? Вспоминай. Может, член вытер об штору? Может, руки перед сексом не помыл? Блин, на это нужно подумать, но у меня не было таких трешовых историй. Или говорила, переведи мне за кофе на сбер половинку. Блин, что-то такое было, прям что-то было где-то. Я не знаю, это нужно прям подумать. Ну, у меня просто, на самом деле, меня окружают всегда хорошие, умные, интеллигентные мужчины, и поэтому у меня таких трешовых историй, их, наверное, нет. На каком свидании ты обычно занимаешься сексом? Нет такого, что на третьем и на четвертом, это все по желанию. На третьем норм? Нет. На первом норм? Нет. На пятом? Да это не от этого зависит. Зачем ходить на свидание, если нет продолжения? Ну, типа, если на третьем свидании нету какой-то... Нет, иногда я хожу просто, чтобы... У меня сложная очень работа. Нет, у меня реально сложная работа, я очень много занята, и поэтому иногда мне очень хочется просто погулять, просто поговорить, просто знать, чем человек занимается, и все. То есть это не всегда секс, если что-то... Год без секса, но с деньгами, или год с регулярным сексом, но без денег? Год без секса, но с деньгами, конечно же. Ребят, залетайте на стрим-канал, прямые трансляции каждый вечер. Гуляем по Москве, общаемся, улетаем в разные страны каждый месяц. Что хочешь пожелать зрителям? Я хочу пожелать зрителям побольше развиваться в наше время, это очень важно, тем более девушкам, не быть дурочками и иметь голову на плечах. А мужчинам просто, чтобы вы ухаживали за нами такими красивыми. Ребят, встретимся на прямых трансляциях, залетайте в описание, там все ссылочки. Пока-пока.